Всем привет! С вами Арсений Вергизов, и мы продолжаем знакомство с прекрасным продуктом FineReport. Сегодня мы поговорим о таких важных вещах, как Cell Expansion и Parent and Child Cell. Cell Expansion или клеточное расширение, а также родительское и дочернее клетки. Это очень важные парадигмы, которые лежат в основе FineReport, которые, безусловно, необходимо понимать и разбираться для дальнейшей работы с FineReport. Поэтому давайте познакомимся с ними сегодня. Также сегодня мы составим наш первый отчет и научимся добавлять template параметры. Итак, я предлагаю перейти на нашу рабочую область непосредственно. Итак, мы находимся в интерфейсе FineReport, уже более знакомым вам, и я подготовил заранее датасет. Давайте откроем его в FineReport. Видим, что FineReport не интерпретирует формулы, он считывает все, как есть, сырые данные. Нам это, конечно же, не нравится, поэтому мы добавим его в качестве датасета. Да, удалим и нажмем на плюсик, файл, и укажем, что нас интересует... Да, укажем имя, датасет, FineReport. Укажем, что это Excel файл, выберем его в нашей территории, Open, укажем, что первая строка содержит заголовки и посмотрим на наш... Итак, мы видим, что у нас здесь дата, план, факт, месяц, год, менеджер продаж, город и категория. Окей. Смотрим, что наши поля успешно подтянулись. Итак, что же такое Excel Expansion? Выберем клетку A1 и перенесем на нее, допустим, менеджера. Видите, мы перенесли менеджера, и давайте обозначим границы нашей клетки и перейдем на Cell Attributes. Как видите, Expansion, Direction. Здесь есть три варианта. None, вертикальный и горизонтальный. Давайте выберем None и посмотрим. Preview. Так, проще сохранить. Save. Preview. Видим, что все наши значения разложились в одной клетке. Нам это не нравится. Мы выберем горизонтально. Прошу прощения, вертикально. Preview. Видим, что так уже более человекочитаемый вид. И горизонтально, соответственно, разложит наши значения горизонтально. Давайте очистим и познакомимся с тем, что такое Parent and Child Cell. Так, добавим менеджера. Прошу прощения, город и менеджера. Итак, для каждого города у нас есть менеджеры, которые работают только в данном городе. Как видим, у нас здесь появились некоторые значки. Видите, серые стрелки обозначают, что раскрываться будет вниз данной ячейки. А синяя стрелка обозначает, что B4 является родительской клеткой для C4. Что это значит? Сейчас мы на наглядном примере поймем. Давайте обозначим границы и, как видим, в правой части Left Parent Cell выберем None. Посмотрим. Видим, что наши значения разложились так, как они есть. То есть просто наблюдение. И если мы установим Default, а также можно установить Custom и указать прямо ячейку. Посмотрим на превью. Итак, отлично. Теперь для Москвы у нас определяются только менеджеры, работающие в Москве. Для Санкт-Петербурга только менеджеры, работающие в Санкт-Петербурге. Это то, что нам нужно. Давайте теперь очистим. И также Clear All. Есть очень важный момент. Как видите, пунктирная линия. Если мы уменьшим наш, то мы увидим, что таких пунктирных линий много. Они обозначают границы листа. Итак, мне не нравится вертикальный. Я перейду на Template, Page Settings и поменяю с... да, на альбомную. И видим, что ориентация поменялась. Возвращаемся к нашей рабочей области и приступим к построению нашего первого отчета. Итак, я буду смотреть продажи менеджеров по городам также. И давайте проверим расширение. Все верно. И добавлю категорию товаров. Отлично. Мы видим, что также значки появились и родительские клетки определились правильно. Синяя стрелка. Супер. Теперь давайте мы разложим наши данные по месяцу и году. Добавим его... нет, не сюда. Чуть выше. И объединим ячейки. Отлично. Окей. Сейчас объединю зачем. Я хочу смотреть план и факт. План. Отлично. И мы бросаем план и факт. Отлично. Как видим, у нас неправильно определилось расширение. Укажем горизонтальное. И здесь нас не интересует расширение, поэтому мы идем на вкладку Cell Element, выбираем Data Setting и выбираем Summary. Значит, мы не хотим расширять ее, мы хотим считать сумму по данному показателю. Давайте определим границы таблицы. Отлично. Отлично. Эти ячейки я объединю, так как они мне не нужны. И предлагаю... Давайте зададим еще title для нашего отчета. Анализ продаж. Супер. И подзаголовок Merge Sells. И укажем продажи по... Нет, давайте продажи... Да, давайте... Продажи в городе. Отлично. И пока что оставим так. Посмотрим на превью. Отлично. Наша таблица готова. Итак, мы видим, что данные все скрупировались, правильно рассчитались. Но, так как наш датасет тестовый и довольно маленький в объемах, эти данные могут быть гораздо больше. И, наверное, довольно сложно отслеживать выполнение каких-либо плановых показателей по такой таблице. Давайте избавимся от колонок плана и факта и преобразуем ее в процент выполнения плана. Итак, что нам для этого необходимо? Мы возвращаем к привычному виду. Эта строка нам больше не нужна. И данная ячейка нам также больше не нужна. Но в этой ячейке нам необходимо указать формулу. Два раза левой кнопкой мыши. И мы переходим в область написания формул. Как видите, здесь есть словари различные с формулами. И также наши поля. Мы указываем, что сумм факт делим на сумму по плану. Суммируем факт делим на сумму плана. Нажимаем ОК. Все зафиксировалось. Также здесь есть абсолютно такая же вкладка Advanced. И можно провести эту конфигурацию здесь. Указать формулу. Как видите, Display Value равняется нашей формулой. И также давайте укажем, что значение будет в процентах. И сокращать будем до одного знака после запятой. Отлично. Превью. Супер. Наша таблица уже стала более емкой, но не менее информативной. Также я предлагаю немного, как говорится, причесать наш отчет. Увеличим шрифты. Немного поменяем. 16. Отлично. Давайте еще поменяем цвет. Ставим его немного более блеклым, отличающимся от основного заголовка отчета. И добавим условное форматирование. Собственно, здесь мы выбираем Background. И выберем голубой. Светло-голубым мы указываем, что наше значение должно быть больше или равно. Видите, различный выбор. Нам необходимо десятичное число. И мы указываем единичку. То есть, если более единицы или равно единице, мы разделим. Давайте укажем еще один Background. Edit. И укажем желтый. И, допустим, для тех, кто почти приблизился к выполнению плана, нам нужно будет два условия. Первое меньше, чем единица. Add. И мы видим, что у нас стоит головочка на операторе i. И мы здесь выбираем больше или равно. И добавляем второе условие. Так. А, Integer. У нас стоит Integer. Как видите, нам необходимо поменять его на дробь. Итак. 0.9. Отлично. Add. И добавить. Супер. И последний красный определим для тех, кто у нас выполнил план менее чем на 90%. Отлично. Отлично. Итак, посмотрим, что у нас получилось. Вот наша таблица стала еще более понятной для пользователя. И теперь я предлагаю перейти к параметрам. Нажимаем Template. Template Parameters. И нажимаем на плюс. Добавляем параметр. Параметр будет отвечать у нас за ту или иную фильтрацию в нашем отчете. В левой части мы переименовываем его. Город. Плюс. И добавим еще один категория. Также мы можем задать Default Value. Но мы этого делать не будем. Ок. Отлично. Нам пишут, что мы не можем... Прошу прощения. Как видим, здесь указано, что мы не добавили некоторые параметры на нашу панель параметров. И по нажатию кнопки Add All мы можем добавить все из них. Как видим, наши параметры добавлены. Город. И также для него поле с виджетом. Давайте расположим их более оптимально. И кнопка Query, которая отвечает за выполнение запроса. Давайте также поменяем на мой любимый Arial. И немного увеличим шрифт. Здесь у нас гаечный ключ изображен. Это значит, что нам нужно задать вид виджета. Тип виджета. Я думаю, что нам подойдет Dropdown Box. Это значит, что город можно будет выбрать только один. Впоследствии также изменим шрифт. И по аналогии проделаем с категорией. 14. Arial. И зададим виджет. Давайте выберем, наверное, Dropdown Checkbox. Который позволяет множественный выбор. Итак, кнопка Query. Тоже немного ее подгоним под общие размеры. И нам осталось задать словари для наших виджетов. Где им брать значения? Все это делается в правой части экрана. Вы разделите Data Dictionary. Мы будем выбрать Data Query. Выбрать Dataset. Выбираем наш Dataset. И выбираем поле. Как видите, здесь есть Actual Value и Display Value. И Column Index и Column Name. Это значит, что можно будет фильтровать по индексу, но отображать, например, имя. Или же фильтровать по одному полю, но отображать другое поле. Что очень в будущем поможет для оптимизации. Итак, аналогично мы проделываем все те же манипуляции для категорий товаров. Отлично. Ок. И на этом закончим с параметрами. Так, предлагаю посмотреть, как это все-таки выглядит. Нажимаем Query. Как видим, изначально отчет не показывается, так как параметры не выбраны. Видим, что у нас все значения подтянулись и в городе, и в категории Query. И видим, что отчет построился, но, например, никакие из фильтров не работают. Нам необходимо указать, какие ячейки они будут фильтровать. Мы переходим на складку Cell Element, Filter Condition. И указываем Edit. Выбираем колонку. Город. Должна равняться. Выбираем параметр. И автоматически потянулся город. Добавляем Add и ОК. Видим, что город у нас работает. Видим, только по Санкт-Петербургу или только по Москве. Переходим назад и по аналогии задаем все необходимое для категории. Parameters. Категория. Add. ОК. Видим также, что стали появляться ярлычки на наших ячейках. Их все больше и больше. Они обозначают, что для данных ячейок задан какой-то особый функционал. Например, либо фильтр, либо формула, либо дочерняя или родительская клетки. Итак, давайте также добавим параметр в наш подзаколовок. Немного уменьшим его, чтобы наш параметр влез. И нажимаем правой кнопкой мыши. SellElement. Insert Formula. Здесь у нас, опять же, старый словарь с формулами. Но нам необходимо просто текстовое значение. Продажи в городе. Плюс. И двойное нажатие на город переместит наш параметр в формулу. ОК. Видим, что формула отображается корректно. И предлагаю перейти, просмотреть наш отчет. Итак, делаем query. И отчет пустой, так как у нас должны быть обязательно указаны город и категория. Указываем город Москва. Все пересчиталось по Москве, но категория также должна быть указана. Давайте выберем все. Видим, что все работает. Санкт-Петербург. Отлично. Металл, мрамор. Отлично. Наш отчет построен. Работает корректно. На этом попрощаюсь с вами. И увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok